Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Встречаемся с парнем 5 месяцев неделю назад. По моей вине сильно боссорились на эмоциях, наговорила много всего лишнего. После чего парень сказал, что у него чувство остывания и что он перегорел. Говорит, что он не хочет меня отпускать и не хочет, чтобы я уходил. Но при этом не звонит и не хочет видеться, только раз в день пишет и спрашивает, как у меня дела. Полностью осознала свою ошибку, попросила извинения за свои слова. Хочу сохранить свои отношения. Есть ли шанс, что человек остынет и белые чувства вернутся? Парень сказал, что хочет разобраться в себе. Стоит ли игнорировать его сообщения и оставить в покое? Ну, во-первых, что вам стоит, а что вам не стоит, решайте только вы. Это ваша жизнь и ваша ответственность. Психологи не возьмут на себя ответственность за вашу жизнь. Это противоречит профессиональной этике. Дальше. Вам нужно в первую очередь понять, что ссора не является следствием ошибки. Ссора является следствием того, что вы не раскрываетесь в взаимодействии с мужчиной и с каким-либо другим человеком, любым полностью. То есть, ссора означает, что вы не являетесь собой. И потому важно не раскаиваться в ошибках, а признавать в себе те ваши стороны, те ваши нюансы, аспекты, чувства, взгляды, ценности, желания, потребности, которые вы игнорируете на данный момент, вследствие чего и происходит ссора. Ссора возникает из-за проблем в личных границах, из-за неискренности партнеров. Подробнее вы можете поисследовать сами, написав в поиске «Психологическая игра. Скандал». Там вы видите, что ссора не просто является следствием чего-то глобального, но и является необходимой закономерностью для психики, потому что по сути представляет собой громоотвод для того, что человек сдерживает. Дальше. Совершенно очевидно, что если вы ими говорили много всего лишнего, то вас что-то не устраивало, у вас было напряжение, и совершенно очевидно, что от того, что вы раскаялись в своей ошибке, это напряжение никуда не денется, а ваше отношение и недовольство не пройдет. А значит, эта ситуация повторится. Поэтому вам нужно взять ответственность за то, что лежит в основе того, что вы наговорили много гадостей, много всего лишнего, как вы сказали, и донести это до молодого человека, что да, может быть в форме вы были не правы, но в сути то, что вам не нравится, вы остаетесь на своем, на своем стоит. Дальше. Вы говорите, что хотите сохранить отношения, вот, и вы говорите о том, вы спрашиваете о том, вернутся ли к человеку чувства. Так вот, у меня к вам встречный вопрос. А какие чувства к мужчине у вас? Почему-то вас волнуют его чувства больше, чем свои собственные. Вот вы вроде как его любите, но предположим, вроде как у вас к нему что-то есть, но в то же время вы и на эмоциях наговариваетесь, что много лишнего и раскаиваетесь вы, осознавая свою ошибку и извиняя. То есть, как-то вот здесь явно не все в порядке. Поэтому, может быть, сейчас, раз у нас такая пауза в отношениях, может быть, вы воспользуетесь ею для того, чтобы разобраться в себе, в своих чувствах, что вы чувствуете парню и откуда у вас такое напряжение, что вы на эмоциях что-то там наговариваете. Вот, хотелось бы на это обратить ваше внимание. И последнее, о чем бы я хотел прямо сейчас сказать, это то, что вы хотите сохранить отношения. На мой взгляд, когда человек говорит так, он ставит и свою личность, и личность партнера на задний план. На первый план, выводя, ну, гендер, социальную какую-то роль и так далее. Давайте попробуем подумать, а что вас с молодым человеком сейчас связывает. Что вас объединяет, что между вами общего. Есть к вам о чем разговаривать, когда, например, вот он говорит, спрашивает, как у меня дела. Ну, хорошо, как дела, он вас спрашивает, а что еще, что между вами общего. Вот, что между вами общего, что вас связывает. На чем, как бы, выстреливаются ваши отношения. Каков их фундамент. На это старайтесь обратить свое внимание. Тут тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Затем. На этом все. КОНЕЦ. Продолжение следует...